В Ярославле стартовал новый сезон в региональном образовательном центре Юрия Башмета. Звезды российской классической музыки приготовили для юных одаренных ярославцев много интересного. Подробности в программе на повестке дня. В студии Екатерина Малахова. Здравствуйте. Наши гости сегодня директор Ярославского музыкального училища имени Собинова Светлана Шубина. Светлана Валерьевна, добрый вечер. Здравствуйте, Екатерина. Светлана Валерьевна, на днях у вас произошло радостное событие в вашем учебном заведении. Расскажите, что это за событие. Я с удовольствием поделюсь этой радостной новостью. Преподаватель Ярославского музыкального училища колледжа имени Собинова, зазуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Сергеевич Баженов, стал победителем премии лучших преподавателей в области музыкального искусства. Эта премия была учреждена президентом Российской Федерации в 2022 году и получает ее по результатам конкурса, который проводит Министерство культуры Российской Федерации. Я хочу сказать, что и в 2023 году наш преподаватель получил эту премию в размере миллиона рублей, а в этом году еще двойная радость, потому что выпускница Ярославского музыкального училища, ныне преподаватель Переславской детской музыкальной школы, тоже в номинации преподавателя детской школы искусств получила премию. Такая хорошая традиция у вас складывается, я смотрю. Отлично, я вас с этим поздравляю. Ну и давайте поговорим с вами о работе Центра Юрия Башмета. С чего начался сезон? С духовиков к нам приезжали замечательные преподаватели Леонид Друтин, Аркадий Старков и Евгения Китанова. Это преподаватели Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского и солисты Российского государственного академического симфонического оркестра имени Евгения Светланова. Флейта, тромбон и саксофон. Центр ведь работает четвертый год. Мастер-классы ежегодные, они меняются или повторяются одни и те же? Вообще мы стараемся, чтобы принцип повторности всегда был в сопутствии с принципом новизны. Повторность это уж и не так плохо, потому что когда одни и те же преподаватели приезжают, это выстраивается целая система, и они могут отслеживать и профессиональный рост ученика, и более тесный и глубокий контакт устанавливается, и взаимодействие преподавателя, ученика, и преподавателя этого ученика здесь, нашего преподавателя. Конечно, мы рады всегда и новым лицам, а вообще повторность механическая, она вообще не присутствует, потому что урок это живой процесс, а в жизни все всегда меняется. И даже лексика преподавателя меняется в зависимости от ученика, его эмоциональный тон меняется, потому что ведь важен индивидуальный подход в нашем деле. А это и возрастные особенности ученика играют колоссальное значение, и степень его одаренности, подготовки и так далее. И поэтому это живой, очень захватывающий, творческий, интересный процесс. И внешне, может быть, что-то не меняется, а внутри все меняется. Эта программа, она рассчитана исключительно на одаренных детей, или вообще все ученики музыкальных школ города могут в ней принять участие? Каким образом отбор происходит? Опять же, это золотая середина, потому что главной целью центра является профессиональное самоопределение детей и студентов. Это главная цель, поэтому преимущественно, конечно, участвуют старшеклассники, у которых уже есть определенные начальные профессиональные навыки, привиты им уже в школе. Но тем не менее, мы еще придерживаемся принципа, чтобы не только вообще одаренность выявить в процессе можно только, а не, так сказать, разово. Поэтому мы стараемся как можно больше детей привлечь и из школ Ярославля, и особенно из муниципальных районов, из детских школ районных, потому что районные школы сейчас очень нуждаются в квалифицированных профессиональных кадрах. Районах области. Районах области, регионах. Это региональные образовательные центры, да. За годы работы этой программы были случаи, когда дети выстреливали в профессиональном плане? Прям вас удивляли до глубины души? Ну, я уже сказала, что 24 мастер-класса – это не просто единоразовая акция, это целая система. Конечно, она способствует формированию такой творческой среды, которая необходима для развития профессионала. Это как плодородная почва для растений. Поэтому, конечно, есть победы и есть, как вы говорите, выстрелы. Это и формирование имиджа училища в целом. Это импульс к самосовершенствованию, мне кажется. Это главная победа. И вера в собственные силы, которая основу берет в любви к профессии, к своему инструменту. Вот это главная победа. Если это случилось, это замечательно. Потому что этот цветок распускается, да. И это чудо. Это чудо, да. Ну и, конечно, лауреата. А победы и лауреаты – это уже сопутствующие элементы. Это дельфийские игры, где принимает участие талантливая молодежь со всей России, 75 регионов. И только три комплекта в каждой номинации медалей – золото, серебро и бронза. И у нас они в нашей копилке есть. Это и общероссийский конкурс «Молодые дарования». Это и Всероссийская олимпиада в Нижнем Новгороде. И, конечно, самый большой конкурс наших студентов ждет, как при поступлении в столичные вузы. Там очень серьезные испытания. 70 человек на место. И мы гордимся, что многие самые лучшие наши студенты поступают в столичные консерватории. А в 2023 году наша студентка поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Так что, если это можно назвать выстрелами, но самое главное – любовь к своему делу, а не любовь к медалям и дипломам. Светлана Валерьевна, Вы сказали, что в этом году сезон начался с духовиков. Что будет дальше? Какие планы? Ну, организатором и формированием стратегии занимается русское концертное агентство. Конечно. Но наш координатор Галина Владиславовна Новожилова, которая много души и сердца вложила в развитие работы центра, она очень плотно взаимодействует с координатором русского концертного агентства. Они нас слышат, и это все выстраивается в диалоге. Но в этом году приоритеты выстроены будут в сторону развития инструментального исполнительства. И прежде всего это инструменты симфонического оркестра. Духовые инструменты, народные инструменты, струнные. Потому что сейчас профессиональные коллективы испытывают тоже некий дефицит в высокопрофессиональных музыкантах. Мастер-классы по каким дисциплинам становятся самыми популярными, самыми многолюбными? Бокал, фортепиано, гитара, композиция очень пользуется популярностью. У нас проходили неоднократно мастер-классы лауреат международных конкурсов Казьмы Бодрова. Доцентам Московской государственной консерватории имени Чайковского они собрали большой зал. Это для широкой публики были организованы мастер-классы. Потому что формы работы были самые разнообразные. Это и слушание музыки, и начинающие композиторы показывали свои произведения в присутствии публики. То есть вот полный зал. Это особая форма. И получили прекрасные рекомендации от мастера-профессионала. Наряду с этим все-таки большинство мастер-классов носят индивидуальный характер. Потому что это такой процесс не для шумихи, так сказать. Это процесс очень тесного взаимодействия учителя-ученика. И вот он такой камерный. Центр Юрия Башмета. А сам маэстро приезжает с мастер-классами? Сам маэстро Юрий Башмет у нас неоднократно был в училище. Проходили прекрасные, замечательные творческие встречи с замечательным музыкантом. Они неизгладимы, они остаются в нашей памяти. И мы очень рады будем видеть Юрия Башмета всегда в училище. Но сейчас в рамках фестиваля Юрия Башмета в Ярославле мы всегда являемся непременными слушателями замечательных культурных событий, концертов в рамках этого фестиваля. Но пока рампы свет нас разлучает. Но у нас одна святая к музыке любовь. Вообще региональный центр Юрия Башмета в Ярославле это прецедент? Это радость и счастье, что у нас есть такой региональный образовательный центр. Ну а вообще, конечно, он имеет огромную социальную значимость, я бы хотела сказать, потому что цели и задачи регионального образовательного центра полностью соответствуют стратегии государственной культурной политики. До 2030 года на выстрел появился новый документ, а именно сохранение нашей индивидуальной неповторимой национальной системы образования в области музыкального искусства. И вот взаимодействие всех трех ступеней нашего профессионального образования, их единство и преемственность – это все эти задачи решает работа регионального образовательного центра. Спасибо, Светлана Валерьевна. Успехов вам и вашим ученикам. Спасибо. На мои вопросы отвечала директор Ярославского музыкального училища имени Собинова Светлана Шубина. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись доступна также на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике сети ВКонтакте. В студии работала Екатерина Малахова. Сейчас в эфире главные телевизионные новости. Хорошего вечера.